Ну что, парни и девушки, всем большой привет! Сегодня такое немножко развлекательное видео, не более. Опять же, кто догадался, что это за фигня, пишите комменты, почитаем ваше мнение. Нарезал с АБСа, нарезал с ХДФа, резал такую же вещь с акрила полностью. Вот этот вариант у нас был немножко неудачный. Этот вариант идет под углом в 90 градусов. Собственно, его я и забраковал. А вот есть вариантик под углом уже не в 90 градусов. С легким отклонением. И видно, что в конце конструкция у нас не сходится. В чем ее, собственно, и плюс огромный. Ну что, догадались? Нет? Начинаем с конструкции, которая под 90 градусов. Это обычный дорожный шип. Данный шип размером идет у нас 100 мм. Вот в таком положении. Собственно, в таком положении будет и 75 мм. И он чуть-чуть под уклоном. То есть, сам малость он под уклоном уходит в сторону. Сделал аналогичный шипик уже с отклонением. Собственно, он идет в чуть-чуть других размерах. Но, собственно, зато практически, ну, на видео, не знаю, плохо, наверное, видно. Собственно, он выглядит идеально. Вот. Но это шипы большие. Это просто прототипирование шипов. Не более. Собственно, такие же шипы делают китайцы на фабрике. Только маленького размера. Такие шипы, собственно, делаются из столюки обычной, чернушной. Снержавейки делать это, конечно, супердорого. Ну и, как вы уже поняли, такие вещи применяются на дорогах. Либо тем самым злым водителям, которые, собственно, паркуются, где ни попадя. Это просто, опять же, я сейчас никого ни к чему не призываю. По факту говорю, что, как на самом деле, можно просто вырезать шип, да, то есть, собственно, на обычном, любом станке и с пластика, и с фанерой, и с чего угодно, собственно, и сделать простой банальный прототип. Макет выкладывать не вижу смысла. Это уже будет, скажем так, рецидив. Но идейка прикольно, выглядит довольно-таки красиво и просто. Даже если, вот там, скажем так, мне там говорят, типа, а вот, если, типа, вот наедет, она там упрется, то он же перевернется, если он будет металлический, и, собственно, станет в ту же самую позицию укола. Вот. Так что, еще раз повторюсь, никого ни к чему не призываю, но, довольно-таки, схема простая, интересная, и, собственно, собирается вообще в легкую. Видел варианты заточенные, со всех сторон. Но смысла в этом не вижу, объясню почему. Потому что, сам суть шипа прокол, его ширина, если, опять же, колесо дойдет до вот этой части, ее достаточно, чтобы просто разрезать шину. Да, для, таких, скажем, жестких, злых вариантов, можно заточить, тогда будет шина прям разрезана. А еще, если она едет в таком формате, либо в таком формате, то есть, может перевернуться, и дорезать шину еще с другой стороны, либо прорезать ее полностью. Но это уже для особых извращенцев. Под углом, ждем сыграться, повтори, еще раз, выглядит так себе. То есть, вот они, разница двух шипов практически одинаковых. Только разница в том, что идет углы у них совершенно разные. И в этом случае, он более-менее идет, скажем так, красиво, в отличие от этого. Собственно, вот как-то так, ребята. Все, всем хорошего, до свидания, всем пока-пока. До свидания.